А от Лукашенко приходит новая инициатива. Он хочет сделать конституционным органом так называемое Всебелорусское народное собрание. Это такой большой сельсовет, куда собирается вся номенклатура, то есть куда собираются номенклатуры, вплоть до разных районных мелких начальничков. И вот как выглядит примерное заседание такого сельсовета. Это съемки двух или трех летней давности. Всебелорусское народное собрание по праву является одной из важнейших форм прямой демократии и оправдавшим себя общественным институтом современной Беларуси. Открытый, честный разговор с людьми стал нормой жизни для власти и всех должностных лиц государства. В повестке дня собрания обсуждение проекта основных положений программы социально-экономического развития Беларуси на пятилетку. 16-20-е годы. У меня у нас связи из Минска, политолог Евгений Прегерман. Евгений, здравствуйте. Скажите, пожалуйста. Ну вот, немножко меня, конечно, это с одной стороны шокировало, эта новость про все белорусские собрания, а с другой стороны как-то все сложилось. Потому что если действительно от Лукашенко требует, в том числе и Москва, принятие новой конституции, то это замечательный орган, через который можно протащить абсолютно все, что угодно. Что вообще известно об этом всебелорусском собрании, и каковы шансы, что действительно его признают уполномоченным органом, который может принимать конституцию? Ну, пока с уверенностью о чем-то говорить сложно. То есть по риторике властей мы слышим уже не первую неделю, что так или иначе вот этот формат Всебелорусского народного собрания наверняка будет играть какую-то существенную роль. И куда большую роль, чем он играл раньше. Вообще, если немножко говорить о истории его возникновения, то он появился еще сразу же после первых президентских выборов, когда в стране шла такая политическая борьба между Александром Лукашенко, новоизбранным тогда президентом и Верховным Советом, так в те времена назывался парламент Беларуси. И для того, чтобы продемонстрировать вот эту прямую такую народовланческую способность и прямой контакт с народом, Александр Лукашенко собрал народное собрание. Тогда, вы знаете, уровень его поддержки в обществе зашкаливал и был несоизмерим с парламентом. Поэтому, конечно, тогда ему это было делать куда легче, чем сейчас, учитывая, что в стране происходит политический такой серьезный глубокий кризис. Но в конечном итоге, наверное, как вы и говорите, это некая возможность, в общем, и пойти на то, чтобы реформировать Конституцию. Может быть даже, и я здесь совершенно не удивлюсь, если сам Лукашенко в итоге и покинет пост президента, как он сам не раз уже говорил. Но одновременно вот через этот формат народного собрания все-таки держать ситуацию под контролем. Сегодня, в общем-то, он прямым текстом об этом и сказал. А, то есть он может пересесть из кресла президента в кресло председателя этого собрания, да? Пока это вот со слов вполне может выглядеть так. И, в общем, из общего, так сказать, дискурса, который в последнее время идет со стороны власти, тоже выглядит вполне противоподобно. Я просто вижу эти совершенно замечательные лица, такие устремленные в будущее, судя по выправке, это какие-то, ну, местечковые начальники. Правильно я понимаю, что это не свободно избранные люди. Как вообще попадают в это собрание? Ну, это самые разные люди. Там, конечно же, и представители вертикали, притом не только с регионов, но и Минской, Центральной, Республиканской, но и другие представители того, что принято, например, называть трудовыми коллективами. Насколько я понимаю, это именно и есть такая основная процедура избрания людей. То есть они делегируются трудовыми коллективами. Ну, а трудовые коллективы в основном, это, естественно, государственные предприятия. В Беларуси такая структура экономики. Государственные предприятия, где, в общем, это примерно как советская демократия, с месткомами, правкомами и прочими порткомами, которые организуются на предприятиях. То есть, в отсуте дело, это запасной приводной ремень власти. Ну, профсоюзы, очевидно, здесь, конечно же, играют центральную роль. И, в общем, не случайно, что и в последние месяцы Александр Лукашенко пристальное внимание уделяет профсоюзному движению. Но, в общем, полноценно так вот категориченным по поводу того, что это четко государственные предприятия, может быть, и не было бы. Вообще, по статистике, в последнее время мы увидели достаточно серьезный рост частного сектора экономики, как в плане генерации ВВП, так и в плане занятости. Это уже, конечно же, Беларусь не 90-е годы. И здесь интересный момент, потому что все-таки, несмотря на очевидное желание Александра Лукашенко контролировать ситуацию, он понимает или не может, не понимает, что в стране политический кризис, а это значит, что все-таки нужен и вот этот формат, который ему, наверное, наиболее подходит, использовать, чтобы хоть как-то минимизировать проявление политического кризиса. Это значит, что так или иначе он и вся власть будут вынуждены идти на какие-то, в общем, каналы коммуникации, контакты не только вот с этими профсоюзами на государственных предприятиях, но и как-то задействовать частный бизнес. Как это будет сделать, пока сложно сказать. В общем-то, несколько недель назад или даже месяцев Александр Лукашенко дал распоряжение создать профсоюзы в обязательном порядке и на всех частных предприятиях. Может быть, это вот с этим как раз таки было связано. Но повчеркну, я бы уж только таких ожиданий о том, что приедут вот эти традиционные руководители смес, которые в основном представляют государственные предприятия, вот только этого бы не ждал. Но в любом случае, если будет, допустим, это собрание вдруг обретет некий конституционный статус, то если оно вдруг должно будет решать, доверяет ли оно Лукашенко, то, скорее всего, конечно же, да. Правильно я понимаю, то есть там Лукашенко все равно будет иметь большинство. Я думаю, что так и произойдет. В общем, это проистекает из логики политического конфликта, который в стране существует. И на самом деле, мне кажется, если мы реалистично смотрим на эту ситуацию, здесь ничего удивительного нет. Каждая страна старается использовать те механизмы, которые у нее есть и старается с помощью этих механизмов полностью оттеснить своих конкурентов. Вот именно это Александр Лукашенко делает. Точно так же, как, скажем, протест пытается это делать за счет доступных ему средств. Вот мы видим, что пока Александр Лукашенко, в общем, никаких успехов может здесь добиться. Хотя, конечно, будем наблюдать, как это все будет произошло. Мы видим сейчас, что он проявляет практически ежедневную активность. Вчера он призвал всех работать, работать и работать. Убрать бездельников, тунеядцев. Как-то он так выражался, потому что это порождает вот тех самых протестунов, которые шатающиеся по улицам, как он сказал. Сегодня вот это предложение о собрании. До этого все время он маячит с какими-то врачами в белом, показывая заботу о том, как он избавляет Беларусь от ковида. Можно ли сказать, что сейчас, учитывая то, что вообще немножко снизилась протестная активность, конечно, что сейчас в информационном поле он некий одерживает верх, что ли, по количеству появлений и по количеству мемасиков, которые он из себя выдавливает? Ну, он, в принципе, ведет себя так очень активно и во многом по-лидерски практически всегда, вот начиная в том числе с всплеска политического кризиса. Другой вопрос, что сама динамика, скажем, протестов и количественного проявления протестов, она, конечно, изменяется где-то там по своей какой-то логике, где-то по общей логике нарастания конфронтации. То есть я бы не сказал, что Александр Лукашенко вот как-то смотрит на количественное проявление протестов и, исходя из этого, выстраивает свою активность. Он, в общем, активен всегда и везде. Это, кстати, качественно отличает его и, в общем, выгодно отличает его в этом политическом противостоянии от протеста по той простой причине, что за все эти месяцы протест, как мы не раз с вами говорили, в эфире дождя, она, по большому счету, не смог перевести массовость и такой беспрецедентный низовой накал и низовую энергию в какое-то такое политическое лидерство. И вот за счет этого та сторона, у которой это лидерство есть, лидерство Александра Лукашенко, в частности, она имеет некие дополнительные козыри, в том числе в информационном пространстве. Хотя понятно, что просто переубедить своих противников за счет вот такой активности, наверное, у него не получится. Продолжение следует...